Если все пойдет по плану, то уже со следующего года пенсионеры смогут получать пособие по смерти супруга пенсионера. Объем пособия составит половину от пенсии супруга. Государству эти изменения обойдутся в 8 миллионов евро ежегодно. Но что это значит для самих пенсионеров? Сегодня вечером этот вопрос в фокусе русского вещания. Получать половину пенсии из-за умершего супруга можно будет в течение года после смерти. Это касается тех, кто останется без второй половинки уже после вступления закона в силу. Полина и Людмила мужей потеряли давно. Но они рады, что хотя бы другие пенсионеры получат ощутимую поддержку в случае смерти супруга. Ну хорошо, конечно. Здесь же пенсии у нас нет прожиточного минимума. У старых людей очень маленькие пенсии. Хорошая поддержка будет. Прекрасная. Вот так вот. Каждый год из жизни уходит примерно 6 тысяч пенсионеров, у которых есть супруг. Согласно поправкам, которые поддержала сегодня комиссия Сейма по социальным делам, вдова или вдовец год после смерти второй половинки сможет получать 50% от его пенсии. Идею растянуть выплаты до конца жизни второго супруга сочли менее удачной. Это будет ничтожная добавка. Ничтожная, которая ничего не решит в жизни пенсионера, который потерял своего жизненного друга. А половина пенсии ушедшего на год, во-первых, она поможет человеку морально и отойти от этого горя. А во-вторых, конечно, год будет время, чтобы совместить свои нужды, проживание, денежное удовольствие с тем, что стоит впереди. Впрочем, в Федерацию пенсионеров звонят пожилые люди, которые поправки считают несправедливыми. Есть люди, которые потеряли своих близких в этом году, в прошлом году. И они, конечно, выражают свое непонимание, почему на нас не будет это относиться. Ну, я думаю, что здесь все-таки важно, что это первый шаг, первый шаг всегда самый важный. Пособия для живых супругов за умерших обойдутся государству в год в 8 миллионов евро. И касаться изменений будут не только пенсионеров по возрасту, но и получающих, например, пенсию по инвалидности или по выслуге лет. Да, это требует дополнительного финансирования, но оно не чрезмерное. Мы можем его себе позволить в рамках существующего бюджета. Комиссия предложила не подавать к поправкам дополнительные предложения, чтобы уже в этот четверг принять изменения в обоих чтениях. Для того, чтобы не задерживать рассмотрение закона, все-таки агент социального страхования необходимо подготовиться. Программатуру подготовили для того, чтобы начать выплаты. Если в четверг голосование пойдет без задержек, пенсию за умершего супруга можно будет получать, начиная со следующего года.